Он забылся. Странным показалось ему, что он не помнит, как мог очутиться на улице. Был уже поздний вечер. Сумерки сгущались, полная луна светлела всё ярче и ярче. Но как-то особенно душно было в воздухе. Люди толпой шли по улицам. Ремесленники и занятые люди расходились по домам. Другие гуляли. Пахло известью, пылью, стоячей водой. Раскольников шёл грустный, озабоченный. Он очень хорошо помнил, что вышел из дому с каким-то намерением, что надо было что-то сделать и поспешить, но что именно – он позабыл. Вдруг он остановился и увидел, что на другой стороне улицы, на тротуаре, стоит человек и машет ему рукой. Он пошёл к нему через улицу, но вдруг этот человек повернулся и пошёл, как ни в чём не бывало, опустив голову, не оборачиваясь и не подавая вида, что звал его. «Да полно, звал ли он? – подумал Раскольников. Однако ж стал догонять. Не доходя шагов десяти, он вдруг узнал его и испугался. Это был давешний мещанин в таком же халате и также сгорбленный. Раскольников шёл издали, сердце его стукало. Повернули в переулок, тот всё не оборачивался. «Знает ли он, что я за ним иду? – думал Раскольников. Мещанин вошёл в ворота одного большого дома. Раскольников поскорей подошёл к воротам и стал глядеть, не оглянётся ли он и не позовёт ли его. В самом деле, пройдя всю подворотню и уже выходя во двор, тот вдруг обернулся и опять точно как будто махнул ему. Раскольников тотчас же прошёл по дворотню, но во дворе мещанина уж не было. Стало быть, он вошёл тут сейчас на первую лестницу. Раскольников бросился за ним. В самом деле, двумя лестницами выше слышались чьи-то мерные неспешные шаги. Странно, лестница была как будто знакомая. Вон окно в первом этаже, грустно и таинственно проходил сквозь стёкла лунный свет. Вот и второй этаж. Ба, это та самая квартира, в которой работники мазали. Как же он не узнал тотчас? Шаги впереди идущего человека затихли. Стало быть, он остановился или где-нибудь спрятался. Вот и третий этаж. Идти ли дальше? И какая там тишина, даже страшно. Но он пошёл. Шум его собственных шагов его пугал и тревожил. Боже, как темно! Мещанин, верно, тут где-нибудь притаился в углу. «А, квартира отворена, настежь на лестницу!» Он подумал и вошёл. Впереднее было очень темно и пусто, ни души, как будто всё вынесли. Тихонько, на цыпочках, прошёл он в гостиную. Вся комната была ярко облита лунным светом. Всё тут по-прежнему – стулья, зеркала, жёлтые диваны, картинки в рамках. Огромный, круглый, медно-красный месяц глядел прямо в окна. «Это от месяца такая тишина», – подумал Раскольников. «Он верно теперь загадку загадывает». Он стоял и ждал, долго ждал. И чем тише был месяц, тем сильнее стукало его сердце. Даже больно становилось. И всё тишина. Вдруг послышался мгновенный сухой треск, как будто сломали лучинку, и всё опять замерло. Проснувшаяся муха вдруг с налёта ударилась об стекло и жалобно зажужжала. В самую эту минуту, в углу между маленьким шкафом и окном, он разглядел, как будто висящий на стене салоп. «Зачем тут салоп?» – подумал он. «Ведь его прежде не было». Он подошёл потихоньку и догадался, что за салопом как будто кто-то прячется. Осторожно отвёл он рукою салоп и увидал, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разглядеть лица. Но это была она. Он постоял над ней. «Боится», – подумал он. Тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по темени раз и другой. Но странно, она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная. Он испугался, нагнулся ближе и стал её разглядывать. Но и она ещё ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо. Заглянул и помертвел. Старушонка сидела и смеялась. Так и заливалась тихим неслышным смехом, из всех сил крепять, чтоб он её не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть приотворилась и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся. Бешенство одолело его. Изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шёпот из спальни раздавались всё сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота. Он бросился бежать, но вся прихожая уже полна людей. Двери на лестнице отворены настиж. И на площадке, на лестнице и туда вниз – всё люди, голова с головой. Все смотрят, но все притаились и ждут, молчат. Сердце его стеснилось. Ноги не движутся, приросли. Он хотел вскрикнуть и проснулся. Он тяжело перевёл дыхание. Но странно, сон как будто всё ещё продолжался. Дверь его была отворена настиж, и на пороге стоял совсем незнакомый ему человек, и пристально его разглядывал. Субтитры создавал DimaTorzok